I have ways of blowing things up. Сбухающие угли, погодите, да, вроде. Ну-ка. Очень голодная, устала. Да, ребят, насчёт того, что вы говорили... Там это было такое. Насчёт того, что вы говорили, типа, построил ловушки. Да, я знаю эту фишку. Я этим обычно очень часто пользуюсь в других прохожнях. У меня стоят ловушки, я там ловлю крыс. Я всё в курсе, да. Я сейчас этого не делаю. То, что я причитаюсь только насчёт еды, это не потому, что у меня и прям нету, а потому что я не хочу тратить на это ресурсы и время. У меня просто такое ощущение, что игра скоро... Так, Милена пыталась бежать и за камерой... Попыталась бежать. Чё, её убили, не убили? Я ей помогал, но охранники её заметили. Начали стрелять и, думаю, в неё попали. Я очень надеялась, что её дастся вернуться сюда. Нет, пока нет, но она сильная, она сможет. У неё мало времени, военные готовят что-то крупное на сегодняшний вечер. Грузовики приезжают и уезжают целый день. Грузить тяжёлое оружие и взрывчатку. Они снова собираются нас бомбить. Вероятно, я слышал солдатские разговоры, и они этим хвастаются. Один сказал, что сегодня ночью они устроят знатный фейерверк. Здесь небезопасно, вам нужно уходить как можно скорее. Мы не можем уйти сейчас, только не без Милены. Но мы будем готовиться к худшему сценарию. Спасибо. В смысле сценарию? Валим отсюда! Снова была в музее, надеюсь, что у неё есть новости от Милены. Но она пришла предупредить нас. Войны готовят крупную операцию сегодня ночью. Думаю, мы больше не можем ждать Милены. Нужно собраться и уходить как можно скорее. Согласен. Согласен. Давайте похаваем. У нас как раз есть еда. Ты будешь пытаться консервой. Я здесь, наверное, даже готовить, наверное, не буду сейчас. Надо бы, чтобы ты поспала. Давай ты покушаешь. Тоже консервочку покушаешь, нормально будет. Вот, и еди сюда. Итак, ну, дружище, давай ты нам приготовишь. Четыре порции сделаем, пофиг. Всё, что у нас есть. Возможно, даже хорошенько поедем перед отъездом. Я бы хотел дождаться Милену. Я молюсь о том, чтобы она была жива и здорова. Но надо принимать обстоятельства с такими, какие они есть. Мы должны уйти как можно скорее, чтобы не быть похороненными здесь вместе с коллекцией. Согласен. Поэтому, наверное, даже я не вижу смысла ночью ждать. Можно сейчас будет похавать. Сейчас я посмотрю, что у меня там по этим. Ну, несколько вариантов. Мы могли, кстати, сходить за Миленой, пока она была у военных. Попробовать перебить парочку военных, освободить её. Я, правда, не знаю. Там же, типа, ну, военная база. Скорее всего, она очень хорошо охраняется. Давайте запихиваем по максимуму наши топилочки. Что-нибудь. А, у нас закончилось. Да пофиг. Я уже просто к этому отношусь, потому что мне кажется, что мы сейчас просто возьмем и уедем. Так. Спастись из музея. Наш грузовик на хату, и можно готовиться к эвакуации. Но мы ещё ждём Милены. Мы не можем уехать без неё, пока есть малейший шанс, что она всё ещё жива. Будем ждать столько, сколько нужно. Спасти. Да что такое? Итак. Так можем? Так. Секунду, ребят. Всё. Что-то у меня слетало она с этого, но... Ну, в смысле, игра слетала с рамочки записывающей. Где-то немножечко отмонтирую, я думаю, и всё нормально. Так. Мы можем? Ты, правда, хочешь их прямо сейчас? Хочу. Давай мы поедим. Она отдохнёт, и я свалю прямо сейчас. Я так понимаю, что это одна из наших возможностей убраться отсюда. Детям мы помогли. Большую часть коллекции того, что было, мы собрали. Ну, почти всё. Так. Попробуем получить бонус сытость. Сыт. Настоящий пир, да? Да, да, да. Есть такое. Сейчас она отдохнёт. Устала, спокойно, голодна. Спокойно и голодна. Что мы можем пока что сделать? А, вот она уже и отдохнула. Давай хаваем. Час тридцать. Спокойно и сытая сейчас будешь. Поехали. Поговорю сейчас с ним, посмотрим, что он мне захочет сказать. У нас не так много времени. Наверное, что-то случилось. Начнём беспокоиться за Милен. Думаю, нам стоит планировать эвакуацию, в случае, если она не вернётся. Конечно, нам стоит всё приготовить, но она вернётся. Она должна насильнее, чтобы и не случилось. Если она вернётся, да-да-да-да-да, ты. Музей опять попал под обстрелом. Мы должны ускорить работу. Не волнуйся, Зоран. Вместе мы успеем вывести все экспонаты. Спасибо за помощь. Я рад был делать... А, я бы рад делать больше, но уже силы не идти. А, рад был бы. Вы много отдали музею. Ваши старания были не напрасны. Вот увидите. И третье потрындеть. Видите, Зоран, грузовик готов. Скоро мы сможем вывести коллекцию. У нас ещё много работы, но ты права. Однажды мы будем счастливы. Может, нам остался один шаг. И этот шаг в верном направлении. То есть, можно было оставить экспонаты возле банка. Можно было оставить... Ну, давайте, ладно, поехали. Да, уверен. Пора уходить. Дальше ждать слишком опасно. Давайте перед уходом перенесём документы из кабинета Милены. А давайте нет. Давайте просто уедем. Сейчас просто начнётся трындец космического масштаба тяжёлой бомбардировки эвакуировать. Старый банковский сейф. Не понимаю, почему мне слетает рамка. Зачем? Почему вы здесь остались? Что не так с вами? Боже мой, всё в окне. Надо добраться до грузовика. Надо. Сейчас, ребят, секунду. Под конец игра решила надо мной поиздеваться, поэтому... Можно идти, наверное, скорее всего, только наверх тут. А тут сейчас будет зависеть от того, насколько мы всё расчистили или не расчистили. Двигайся, пожалуйста, скорее. Да что ж такое? Почему у меня постоянно вылазит... Это рамочка игра, успокойся. Просто буквально через секунду после того, как я обновляю запись, она опять вылазит. И это, вон, гараж. Не знаю, какой-то бред. Я уже просто не хочу сейчас скипать, потому что... А, нет, ты жива. Надо прыгать грузовикой у крысы сейчас же. Как вы отсюда выйдете? Оно выглядит не так, как будто отсюда можно выехать. Ну, под конец немножко драмы нам нарисовали, да, чтобы можно было... Подожди, помоги. Забирайся в грузовик, надо ехать. То есть она жива осталась и при... Загрузка, спасибо. А, можем остановить машину? Уже достаточно далеко от окня. Вы еще не достаточно далеко от города, вы че? Типа поговорить с ней. Милена, ты истекаешь кровью, тебе нужна помощь. Не важно, Аня. Ну, не важно, так не важно. У меня получилось, посмотрите на мне... А, у меня не получилось, посмотрите на мне, куда идти. Вообще-то, возможно, я нашла способ спасти нашу коллекцию. Что ты имеешь в виду? Мне пришлось пожертвовать одним из наших документов. Ну, мы в банк сейчас повезем. Я заключил сделку с торговцем по имени Тарас. Он спрячет наши экспонаты в секретном сейфе. Тарас, я его знаю. У него темное прошлое. Тебе-то сейчас об этом разница? Ну, ладно. Боюсь, у нас нет выбора, придется ему довериться. А прикиньте, ведь мы могли не переезжать в музей. Как вам такое? Ты права, полковник Марков нас уже ищет. Прокликивается, нет. Он помешан на картине. У него в городе подчинен солдат. У него в подчинении солдат по всему городу. Мы спрячем коллекцию. Сначала мы найдем тебе врача. Нет, Аня, со мной уже все кончено. Но у тебя есть шанс. Вот что мы должны сделать. И как обычно. Мы должны разделиться, если хотим обмануть людей полковника. Я проведу грузовик через перевал. Полковник нас ждет, но ему нельзя доверять. Я не хочу рисковать. К счастью, мы нашли другое решение. Банк погодил. Сейф готов. Давайте перенесем ваш исторический хлам. Пусть и дорогой ценой. Банка погоден. Потому что нужно спасти гораздо больше. Вы думаете, они не будут банк лутать? Мы не должны забывать о тех, для кого мы это делаем. Слышал стук. Дети, ждите здесь. Надеюсь, это штук, что их вывезут отсюда. Не бойтесь, я схожу, посмотрю. Поэтому мы должны вернуться, поэтому вы должны вернуться в город. Военные будут искать эти вещи, они будут искать вас. Во-во-во, позаботитесь о том, чтобы они ничего не нашли. Все-таки фишка с туннелем сработала. Мы должны сделать все, чтобы наша жертва не была напрасной. Пусто! Дерьмо! Где все вещи? Вы уже ничего не сможете сделать. Потому что мы должны заботиться не только о наследии. Ну и о тех, для кого мы все это спасаем. Я вот сейчас не понял эту фишку с Миленой. Зачем она вообще поехала на этот чертов блокпост? О нашем народе. О следующих поколениях. Ты всегда о них помнила. И, надеюсь, не забудешь. Мне пора. Я пойду с тобой, помогу тебе. Нет, у вас здесь остались дела. Спасибо за все. Возможно, тут должна играть какая-то драматическая музыка. Но музыку я полностью в игре выключил. Потому что авторы не хотят, чтобы музыка попала. Так. Коллекция музея была перенесена в банкинский сейф. Эпилог. Ворсовая. Большая часть экспонатов пережила войну. У нас же тут сейчас будет... Да. Про людей еще. Так. Сосед замерз. Встреча с Рубином. Незнакомец, который я приютила, пришел в себя. Его зовут Рубин. Он рассказал мне о погроме. День пятый. Притягательная безопасность. Когда моя коллекция страдалась в пожаре, Милена, куратор музея, стояла на том, чтобы я переехала к ней. Кровь в наших руках. Я убила бандита. Ну, это, в принципе, стандарт. Так. Я ушла из собственного дома. Мы переехали в музей, чтобы быть в безопасности. Думаю, это был худший день в моей жизни. Смерть Тито. Мой сосед Тито не пережил зиму. Он замерз на смерть в одиночестве. Вся дома. Ну, потому что... Там мы ему не могли помочь. Так. Трудное решение. Аня забрала чужие припасы. Это когда что... Это когда что-то такое... Я крал что-то? Ладно. Замерзающие дети. А тому, который в одиночку заботился о детях, в приюте отчаянно нужно топливо, чтобы согреть подопечных. Теплый дом. Принесла Адаму топливо, чтобы согреть детей больше. Им некуда... Нет куда ждать помощи. Спасение наследия. Нам удалось спасти самые ценные экспонаты, прежде чем здание обрушилось. Но я не могу не думать о всем, чем нам пришлось пожертвовать. Мы достали грузовик, починили его и начали готовить коллекцию к эвакуации. Осталось только решить, куда нам ехать. Милена в плену. Мария, повариха с военного склада, рассказала нам, что Милен держат там. Так. Это мы книги детям отдали. Книги для чтения. Я решил отдать спорник сказок детям Адаму. Мне весь день было радостно на душе. Так. Мне удалось обеспечить безопасность коллекции ценой жизни невинных людей. Да, ну не знаю насчет этих документов. В таком городе уже заводится. Искусство или жизнь. Люди, контролирующие подземные туннели, требуют ценный манускрипт в обмен направлении детей выйти из города. Там пофиг на манускрипт. Я выбираю жизнь. Я пожертвовал манускриптом ради того, чтобы дети вышли из зоны военных действий. Вот. Это правильное решение. Этой ночью мы видели кошмар наяву. Музей сгорел дотла. Мы не сумели все спасти. У нас получилось. Маркову не добраться до коллекции. Надеюсь, Милена спаслась или, по крайней мере, умерла, смеясь ему в лицо. Такой себе выбор насчет спаслась или умерла, смеясь ему в лицо. Она могла вообще к нему не ехать. Война нанесла непосполнимый ущерб культурному наследию Покордона, но без жертв, принесенных Аней, Миленой и другим, было бы утрачено гораздо больше ценных артефактов. Битва при Пьявочном болоте. Ради спасения коллекции Аней пришлось... После войны полотно вернулось в отстроенный музей Покорна. Главный экспонат стал напоминанием о трагическом прошлом городе и его обитателей. Никто из людей в этом городе никогда не узнает, какая битва развернулась за это полотно. Согласился обменять манускрипт на поход по Туне, а с тех пор следы рукописи затерялись. Это было трудное решение, благодаря ему подопечные атома покинули Покорен в целости и сохранности. Это было правильно? Я бы сделал это заново. Институт Самуила сразу после войны предпринимал попытки найти и вернуть манускрипт, но, увы, безуспешно. Тем не менее, поиски продолжаются. Он в какой-то частной коллекции. Такие вещи не уничтожаются, если что. Так. Оставшись без других вариантов и желая спасти коллекцию, Аня решила отдать документы Тарасу, не зная, что ждет людей, которых он искал. Ничего их не ждет, потому что в таком хаосе и в такой войне никого он уже не найдет. Это все эти бумажки, они стали абсолютно бесполезны. Документы больше никто не видел, наверняка Тарас их уничтожил. После войны следствие по многим уголовным и административным делам о захвате имущества были прекращены из-за нехватки улик и исчезновения свидетелей. Еще такой вопрос, почему эти документы были в музее? В музее, Карл, а не где-то в прокуратуре. Детские книги, доверенные музею, отправились туда, где они нужны, нужнее всего. В приют они помогли детям отличься от худших воспоминаний. Это меня сейчас будут упрекать за все, что я там продал, уничтожил и всякое такое, да? Или только по главной будет. Так, маленькая Ника, после смерти мати, находившаяся в тюрьме в сказках, забрала книгу себе. Когда война закончилась, много лет спустя она читала захватывающие истории о братьях и старой Грознавии своим детям. То есть, видите, книга сохранилась. Они на жерелье. Видимо, только важные. Ворон, автомеханик, требовал у они золота в обмен на запчасти, но она нашла другой способ их заполучить. Жерелье осталось у нее на другой способ. Мы убили механика, если че. Другой способ. В конце концов, они отдали его малышке Нике. Мне его подарила мама, а ей ее мама сказала. Она крепко обнимая девочку. Ну, как бы да. Они не доверяли ни полковнику Маркову, ни меняли Тарасу. Мне пришлось сделать сложный выбор. Благодаря решению, коллекции успешно перенесли в банковский сейф, к которому у Тараса по-прежнему был доступ. Это на самом деле крайне абсурдно. То, что, ну, если Погоре нарас... Ладно. Когда боевые действия в Погоре не прекратились, и сотрудники музея начали заново составлять каталог, оказалось, что часть предметов искусства пропала. Тарас был очевидным подозреваемым, но доказать его вину было невозможно. Ну, понятно. Так, скульптура Свет и Вода. Мы ее спалили, чтобы не занята... Картина Наш Дом... Да-да-да-да-да-да... Коллекция... Церемониальные предметы... Я их намеренно сжег. Так. Ваза с орнаментом. Это я где-то просто его не успел откопать, скорее всего. Я потерял всего четыре вещи. Аня перевела... Последовала за Адамом и детьми прочь из сожженного города. После войны они вместе вернулись в Покоре и открыли приют для военных сирот. Зорану было трудно смириться с гибелью Милены. И в конце концов он решил считать ее смерть самопожертвованием до завершения войны. Он разбирал руины музея, а после помогал в его восстановлении. Ну да. Зоран. Вообще вот эти ребята из музея Зоран и Милена... Ну, не знаю. Возможно, я как-то не проникся. Но нам всю игру так навязывали, что какая они... Миссия у них важная и всякое такое. Давайте так. Вот глава заканчивается. Я немножечко, наверное, выскажу какое-то свое мнение, которое я считаю. Смотрите. В мирное время... В мирное время... Это чрезвычайно важная работа. Вообще работа в музее и... Все, что они делают. Но вот в такое военное время перед нами ставится очевидный выбор. Или жизнь людей, или какие-то ценности материальные. Опять же, все зависит от объема, так скажем, материальных ценностей. Потому что, ну, как бы так сказать, что не все те ценности, они стоили того, чтобы за них жертвовать жизнь. Вот. И, например, некоторые вещи я бы, например... Ну, опять же, все еще зависит от ситуации. Картина? Ну, картина, на мой взгляд, да, она здесь выступает как какой-то главный символ. И поэтому... Я ее сберег, что ли? Но, опять же, я уверен, что все вот эти вещи, и манускрипты, и картина... Неважно, где бы они оказались, они бы не были уничтожены. Потому что они были бы уничтожены только если бы остались в музее. Если их продадут в какую-то частную коллекцию или в другую страну, они останутся целы. И после войны, когда это все утрясется... Причем не обязательно через 5-6 лет, А там, допустим, через 50-60 лет все эти вещи все равно всплывут, И они попадут, ну, как бы... Куда нужно, на мой взгляд. Даже если не в музей этой страны, то в музей другой страны. По крайней мере, они не будут уничтожены. А тут у нас, например, ставится или жизнь детей, или... Ну, вот этот вот манускрипт. Ну, по-моему, тут все очевидно. Вот. Опять же, насчет чувака-соседа, который замерз. Нам предоставляют выбор моральный между... Вот помочь детям, и вот помочь соседу, который мерзнет. И когда нам попросят помочь соседу, у нас у самих ничего нет. А когда попросят помочь детям, то у тебя уже есть куча всего. Ну, так это вообще не выбор. Ну, по крайней мере, у меня этот выбор не стоял вообще никак. У меня не было каких-то моральных сомнений, что мне делать. В общем, нет, смотрите. Вот этот кусочек, вот эта часть, она получилась интересная. Вот. Но, на мой взгляд, акценты... Вот, правильное слово. Да, акценты. Акценты были выставлены неправильно. Ай, как бы вам... Короче, смотрите. Лучше пишите, что вы об этом всем думаете, если вдруг вам интересно, или зайдите в Дискорд, давайте обсудим. Было бы интересно, потому что оно немножечко такое противоречивое. В принципе, я вот всю эту серию This War of Mine обожаю. Как вы понимаете, за последний год это стало особо актуально. Вот. Поэтому тут часто нам дают всякие моральные выборы. Но эта часть, на мой взгляд, она самая противоречивая из всех. Насчет той же Милены в конце. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Вот в реальной ситуации девочка, которая... Сирота, у которой дедушка был там искусствоведом, архитектором, она не возьмет нож, пистолет и не пойдет на военную базу вырезать 10 военных для того, чтобы спасти женщину, с которой она познакомилась неделю назад. Чисто по-игровому, наверное, я мог бы это сделать. Да. Я бы взял нож, я бы спрятался в какой-то нычке, зарезал бы военного, отобрал у него автомат, взял бы патроны, зарезал бы там или убил бы еще по стелсу 2-3 человека, если получилось бы, остальных, может быть, перестрелял бы. У нас было такое, мы защищали военный, по-моему, защищали военный блокпост, но я точно защищал в обычной игре, не помню, если на записи. Я защищал крутые локации, причем одним персонажем за там одну-две ночи. Это возможно. Но именно как в соотношении с реальной жизнью вряд ли бы девочка такое сделала, поэтому я не пошел на выручку Милены. Во-первых. Во-вторых, они мне опять же предлагают, типа, иди выручай Милену или же займись детьми и займись... Тут одновременно несколько задач стоят. Во-первых, помоги этому чуваку, чтобы он тебе банковский сейф прицелил. Во-вторых, займись побегом сирот. В-третьих, вон, смотри, у тебя Милена. И, в общем, смотри, такой вот. Понятно, что дети были в приоритете. Так вот, то, что Милена, в конце концов, сама сбежала, да, ее подстрелили. Но я не знаю, насколько у нее была там такая уж смертельная рана. Она могла, в принципе, не ехать на блокпост. Они могли завести. Смотрите, завозят на грузовике вещи в банк, кидают где-то грузовик, поджигают его к чертям и просто растворяются. Милену там замотать, забинтовать, дать ей обезболивающий, дать ей тот-сё-то. Она бы вместе с ними прошла по туннелю, даже если бы она умерла там после, через 2-3 дня. Но это была бы не такая глупая смерть, как то, что ей тут сейчас нарисовали, что она на этот пустой грузовик потащила на ее блокпост для того, чтобы там помереть. Ну, блин, это вот вообще максимально глупо было. Короче, ребят, очень-очень-очень противоречивая часть, несмотря на то, что вся серия мне нравится целиком. И эта часть мне всё равно понравилась. Я бы порекомендовал вам поиграть. Но эта часть из всех, которые тут были, самые противоречивые. Я не знаю, надо будет посмотреть, когда она вышла. Я что-то не уверен, что будут в ближайшее время или вообще когда-то выходить новые части для этой игры. Мне бы очень хотелось, но насколько я понял, что они просто кинули редактор компании и сказали игрокам, вот вы хотите, вы сами там редактируйте себе, что хотите играть в этом. Я на самом деле, наверное, не буду даже заглядывать в любительское комьюнити. Мне хватило того, что я поиграл. Если я потом соскучусь, через какое-то время я пойду просто поиграю в свободный режим. Это уже для себя. Вам очень рекомендую эту игру. Ребят, пойдите, купите, заплатите полные деньги за DLC, за все вы не пожалеете. Она прямо окупает каждую гривенку, которую вы тратите. Все, будем закругляться. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всего ладушек и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok